Борьба за парковку. Сургутянин, инвалид первой группы, живет в четвертом доме на Тюменском тракте. И зачастую он просто не может попасть в собственный автомобиль. Расстояние между машинами на стоянке слишком мало. Кроме того, иногда Сергею приходится подолгу ждать, когда специально оборудованное место рядом с подъездом в высотке освободится. Куда обращаться в таких случаях и могут ли люди с ограниченными возможностями рассчитывать на скидку в подземном паркинге, расскажет Мария Ливанян. Сергей прикован к инвалидному креслу уже 10 лет. Не ходить, не встать не может. Сустав не работает. Признается, что к трудностям привык и пытается справляться с ними самостоятельно. Но вот финансово тяжело. Основная часть заработка уходит на оплату услуг социальной службы, коммуналку и иные статьи расходов. В их числе содержание автомобиля, без которого жить еще сложнее. Чтобы снизить нагрузку, хотел получить скидку на место в паркинге. Пять тысяч платить в месяц? Две тысячи еще ладно, я могу там как-то заработать, скажем так. А пять это уже многовато будет. На пенсию уже много не проживешь, а мне приходится, я работаю. Ну и помимо подрабатываю, если есть возможность, естественно. Вот. Ну сейчас, в данный момент, например, я работаю, у нас тоже организация, которая инвалидов трудоустраивает. Мы также помогаем таким же, каким мы, естественно, и пока на удаленке. За предоставлением и льготой Сергей обратился в администрацию паркинга. Есть схема, система скидок для инвалидов, для многодетных, для служителей, церковнослужителей. Ну и, по-моему, еще есть ряд категорий. Есть у нас служба, предприятие, которое занимается эксплуатацией этих сооружений. Пишется заявление, прикладывается обосновывающие документы, скажем, инвалид, значит, или многодетная семья. Но есть определенные условия. Скидку предоставляют только в том случае, если человек имеет в собственности квартиру в высотке с паркингом. По адресу Тюменский тракт 4 Сергей проживает уже пятый год, но по документам квадратные метры ему не принадлежат. В получении льготы инвалиду отказано. Во дворе, конечно, есть парковочные места, обозначенные специальными знаками. И если летом они почти всегда свободны, то с осенью и до весной двор заполнен автомобилями. А расстояние между припаркованными машинами зачастую не позволяет проехать к своему транспорту на коляске. Надо время убирать. Иногда приходится по часу стоять, чтобы подзнать, загнать машину. Ну, освобождается, днем приезжает, на обед уезжает. Вот стараясь попасть как-то в этот промежуток, чтобы хотя бы поставить ее. Нередко на специальных парковочных местах владельцы оставляют свой транспорт без обозначения знаком инвалид. Но такой указатель должен быть на лобовом или заднем стекле авто, на котором передвигаются люди с ограниченными возможностями здоровья. В случае отсутствия данного знака уже можно обратиться, позвонить дежурную часть ГИБДД по номерам телефона 76-101-76-10-02, где дежурный зарегистрирует в книге учета сообщений об обозначении правонарушениях данное сообщение. И после чего отправит свободный наряд на отработку данного обращения. Нарушителей ждет штраф в размере 5000 рублей. Если водитель не перепаркует автомобиль, его транспортное средство на спецстоянку увезет эвакуатор. И счет станет весомее. Увы, но не все автолюбители задумываются о том, что человеку с ограниченными возможностями здоровья поиск парковочного пространства зачастую дается непросто. Ежедневно в дежурной части ГИБДД принимают более десятка сообщений о том, что место инвалида занято.